Итак, Ария Ру, мои маленькие любители покушки, мы продолжаем с вами играть такую увлекательную игрушку, как Факторио. Моменты прошлой серии прошло достаточное количество времени, и всё это время я занимался только оптимизацией базы, ну, за исключением небольшой такой инновации. В частности, здесь у нас появилась заготовка под большую плавильню из меди, заготовку под изготовление, опять-таки, железа я не делал, я оставил всё, как было и в прошлой серии. Пока железа мне хватает, я думаю, что её будет хватать ещё и на эту серию. За кадром я лишь немножко увеличил количество производимой железной руды. Сейчас же я хочу заняться сугубо тем, что буду начинать производить новые исследовательские пакеты, и ими будут являться вот эти вот наши чёрненькие исследовательские пакеты. Для них нужны достаточно интересные вещи, например, гранаты, бронебойные магазины и стены. Гранаты у нас производятся с помощью двух компонентов, это угля и железо. Уголь я решил вывести с нашей рудодобываемой промышленности, и здесь у нас два производственника нашей гранаты и встало. Ещё нам потребуется камень, но с камнем достаточно всё будет проблематично, потому что как доставлять его сюда, я пока не знаю, мне, возможно, придётся ввести длиннее сюда туннель, потому что других вариантов я пока не вижу. Но также за кадром я продолжал базу по производству всего, и здесь у меня появилась вот такая вот маленькая вещь, как сборочный аппарат номер 2, и он производит себе подобные аппараты. Ну а также здесь появилась вот такая вот линия и цепочка производства, вот таких вот красненьких наших линий проводов. Их вполне здесь хватает, я надеюсь, что и хватит в дальнейшем. Сейчас же я хочу попробовать наладить производство магазинов бронебойными патронами. Для них нужны достаточно простые вещи, это медь, сталь и всё. А также сталь, которая у нас здесь вот производится, я смог вывести на конвейер отдельно и послать её вот сюда вот. Вообще, мне нужно было бы по-хорошему начинать размещать другие виды производства, например, производство твердотопленных двигателей. Но я начал с производства вооружения, сугубо потому, что мне на самом деле очень сильно нужны сейчас гранаты. Чтобы расчищать местность от гигантского количества деревьев, допустим, вот у меня шина главная, которая будет идти сюда дальше. Она просто завалена гигантским количеством деревьев, которые нужно расчищать, проекты у меня тут стоят, а руками расчищать слишком долго. И мне кажется, самый простой вариант это сделать вот такое вот производство гранаты, пусть они здесь у нас успешно производятся. Сталь, медь, железо у меня тут есть. И предлагаю основывать это производство на двух станциях, потому что в принципе, как мне кажется, этого количества должно хватить. В случае чего у меня база построена таким модульным уровнем, то что в экстренном случае можно увеличить вот этот вот масштаб, допустим, туда вот, и это не создаться абсолютно никаких проблем. Так, производство у нас получается магазинов с патронами базовых готово. И получается я ставлю здесь проект, и все, у нас бронебойные припасы замечательно начали крафтиться. И останется мне лишь одна маленькая деталь, это провести сюда каким-то образом камень. А конкретно я хочу, чтобы сразу сюда шли наши каменные блоки. Вообще, для промышленного производства такого количества камня будет крайне мало, но мы вертимся из того, что имеем. Я тут накрафтил 12 печек, то есть по 6 печек на каждый ряд. Для такого маленького количества камня, я думаю, хватит за глаза. Все, и останется сюда провести лишь каким-нибудь чудным образом уголь. Уголь я возьму, пожалуй, сразу у нашего железа, надеюсь, оно сильно не обидится. И будем немножечко импровизировать. Ну, а куда деваться на самом деле. Вообще, на самом деле, вывод камня туда это просто необходимая вещь. В любом случае, мне камень в дальнейшем понадобится, как минимум, для производства рельс и электропечек. А сейчас я буду заниматься тем, что банально буду туда тянуть этот наш конвейер, только надо его сейчас проложить так, чтобы он ничему у нас не мешал. Так, замечательно. И вот таким вот примерно образом я сюда камень ввожу. И мне нужно сейчас создать хотя бы, ну, я думаю, даже двух мне хватит за глаза по производству стен, которые также участвуют на нас в крафте. Все, и теперь получается, как только сюда дойдет у нас камень, они начнут сразу производить каменные стены. Замечательно. Так, хорошо, у нас соотношение какое получается? Две стены, одна граната, один магазин. Получается, я каким-то образом должен сейчас это все вывести на производство. И таким же образом мы ставим здесь четыре вот таких вот наших производственных цеха, которые будут делать у нас черные колбочки. И, по идее, если я сейчас все это подключу к нашей электросети, у нас должно все это заработать. Все, у нас колбочки производятся, и они у нас складируются. Замечательно. К хорошему это можно вывести, скажем, вот туда вот наверх, и скажем, по вот этому вот маршруту, которым примерно я отделил наше пространство здесь. Я думаю, что это будет очень хорошим у нас решением. Как раз мы этим конвейером покажем примерные границы наших районов. И тадам, последний штрешок, и получается, все наши перелаборатории получили три вида колбочек. И первое, что бы я хотел исследовать, получив эти колбочки, невзирая на модульную броню, это усиленную взрывчатку, чтобы взрывать деревья все с первого выстрела. Я модернизировал производство наших гранат, пустил немножечко по-другому железо, и теперь у нас все работает замечательным образом. По идее, я увеличил количество отбываемого угля на нашу станцию, так, чтобы это не создало проблем для производства нашей электроэнергии. Я надеюсь, что это благотворно повлияет. Заодно, кстати, мы улучшили наш взрывчатку, что есть круто. Раз мы уже здесь, улучшим наши конвейеры, которые здесь располагаются, до второго тира, чтобы уж точно закрыть все вопросы с производимым нашим углем. И сейчас, по идее, настал тот момент, когда неплохо было бы уже нам с вами заниматься производством твердотопливных двигателей. По факту, у них рецепт до ужаса простой. Сталь у нас производится, железо у нас производится. Мы просто их отводим вот сюда и производим здесь все, что нам необходимо. То есть, мы договорились с вами, что мы берем со второй, замечательно. Трубы и шестеренки у нас, да, значит. То есть, мы заставим здесь разветвитель. Делаем у нас, как минимум, стандартное производство этих шестеренок. Вы могли много где видеть именно вот такую вот схему расположения, изготовления обычных шестеренок вот здесь вот у меня на фабрике. И я предлагаю точно так же продублировать. Построить здесь точно такую же фабрику, но по производству не шестеренок, а по производству труб. И эта схема излишняя для того, что я запланировал. Но, как мне кажется, пусть лучше у нас будут копиться излишки всякого рода. Чем у нас будет какая-то нехватка, и мне придется потом все это перестраивать. Шестеренки и медные провода у нас замечательно идут. Теперь мы уже определили с вами то, что нам вот здесь вот необходима линия с нашей сталью. И скажем, мы сталь будем забирать на сверху, потому что снизу у нас, по-моему, где-то она забирается. И получается все. Я шестеренки пускаю на панканавейру под землей и провожу в ближний ряд. Трубы я, так как их две необходимые штуки, я провожу сверху. И ставлю на каждый, получается, по два вот таких вот длинных манипулятора. Получается, за каждый ход у нас каждый манипулятор закидывает по штучке в наш сборочный автомат. И вот эти вот скоростные манипуляторы будут справляться с тем, чтобы закидывать одновременно и сталь, и шестеренку для крафта нашего двигателя. И получается, мы все это можем объединять в общий такой конвейер, который будет создавать у нас эти двигатели. Но пока они нигде у нас не участвуют в производстве и нужны лишь мне только в штучных инцеплярах сугубо для производства, скажем, тех же поездов. Я их оставлю здесь и не буду отключать, пока их никуда в сети. Ну и теперь следующим шагом у нас в развитии должно являться производство и обработка нефти. Для этого мы должны найти и обработать, скажем, какой-нибудь источник с нефтью и понять, где мы будем эту саму нефть обрабатывать и создавать. Для этого нужно где-нибудь создать ЖД-вокзал, а пока где я не имею ни малейшего представления. То есть, допустим, у нас здесь вот есть нефть сырая, которую мы можем добывать и где-нибудь обрабатывать. То есть, нам по факту нужно три составляющие нефтедобычи. Это уголь для создания той же серы, нам нужна сама сырая нефть и нам потребуется еще банальная вода. Давайте пока придерживаться мнения, что вот здесь у нас будет дальнейшая нефтепереработка. И в случае чего все провода, все трубы, которые нам понадобятся, я буду тянуть под землей и где-то за базой, то есть вот здесь вот, тоже пушу еще одну магистраль, только уже с нашими линиями. Но я создал пока временное производство вот этих вот железных дорог в полуавтоматическом режиме. Как минимум, мне сюда нужно закидывать постоянно железо и сталь, и у нас эти дороги начинают крафтиться хотя бы в таком вот формате. Так, и получается, первым делом мы железную дорогу будем кидать на нашу нефть, которая находится здесь, чтобы ее вот так вот по-быстрому доставлять сюда и обратно. Вообще, я предлагаю туда сходить пока что на разведку, смотреть, что там есть, что-то чего там нет. Запаси сейчас, предлагаю немножко гранатами и отправиться туда на поиски, чего бы там ни было. Почему сразу на разведку? Давайте сразу будем проводить разведку боем, сразу будем тогда строить железную дорогу туда. У нас есть для этого возможность. Возьмем с собой сейчас парочку гранат и отправимся туда. По идее, давайте сразу скрафтим с вами мы два, получается, паровоза. Нам на это нужно 40 двигателей. Получается, мы сразу сможем с вами сделать два локомотива. И это будут являться нашими первыми тюх-тюхами, которые будут заниматься нашим передвижением. Для начала, пока это будет наш персонаж, а уже дальше мы посмотрим. Давайте вот эту нефть, которую будет у нас здесь, разгружать мы будем максимально далеко и максимально близко к воде. Чтобы у нас осталось максимальное количество места для маневров в плане нефти и прочего. Скажем, вот здесь у нас пройдет, получается, наша линия. Здесь у нас будут прибывать поезда. Мы их здесь будем разгружать. Здесь у нас будет нефтехранилище. А тут уже будет дальнейшая переработка. И мы будем сразу сюда складировать всю нефтью переработку. Сразу ставим тогда давайте с вами два локомотива, крепляем между собой и добавляем в каждый из них по углу. Получается, мы можем с вами сразу в них ехать и бомбить, если я все правильно понимаю. И вот наша получается нефть. Доходность 840% неплохо. Тут достаточно много этих жил. Это достаточный плюс. Сейчас, в принципе, у меня все готово. Давайте сейчас буду бежать обратно и тянуть отсюда лэп. Тем более, что они здесь понадобятся в любом случае. А уже обратно, когда я буду бежать, я уже буду бежать на поезде на нашем. Чтобы тянуть сюда и рельсы, и нефтебуровые установки, для того, чтобы загружать уже в наш поезд все необходимое. Сразу я решил создать станцию, чтобы уже не возвращаться к этому еще несколько раз. Она будет у нас стоять вот здесь, вот эта вот желтая стрелочка, которая у станции показывает, куда должен прибывать наш поезд. И значит, что вот в эту точку должна прибывать домашняя нефть или поезда с нефтью. И мне сейчас нужно создать вагоны-цистерны, в которые мы будем загружать и перевозить эту нефть. Платформы с нефтью мы сразу скрафтили с вами, и мы их размещаем вот здесь вот. Также размещаем вот здесь вот наш локомотив, который мы сразу же загружаем углем по максимуму, потому что вряд ли у меня получится в скором времени в автоматическом режиме это все дело загружать. Получается, лэп я сейчас протянул целиком и полностью, и сейчас мне, получается, нужно подсобрать чуть побольше рельс, чем у меня сейчас есть, и продолжить заниматься строительством этой железной дороги. Так, примерно я поезд пригнал, правда я не особо понимаю, куда именно его лучше размещать, потому что не особо видны эти точки из-за гигантского количества леса, но хотя бы штучек 5 этих точек я надеюсь найти. И вот эта вот железная дорога должна пройти именно вот здесь вот, то есть у нас вот здесь вот будет точка загрузки, и вот здесь у нас будет наша, это станция, все правильно. Теперь я буду размещать боровые остановки. Для начала определился, что их будет у меня желательно штук 10 для начала. Пока, я думаю, этого хватит. Ну все, я установил, получается, все необходимые установки, и сейчас, получается, мне нужны лишь помпы для того, чтобы я мог загружать все это в наш поезд, который, к сожалению, на станцию пока что не прибыл, но он просто стоит и ожидает меня. Ну а теперь я бы хотел заняться, пока без возможности заправлять наш поезд, приготовлением для того, чтобы это делать в дальнейшем. Для этого мне понадобится цистерна в количестве трех штук. Я поставил здесь также манипуляторы чисто для того, чтобы просто понимать, где у нас будут находиться наши помпы. Если я все правильно помню, они в два тайла у нас. И здесь я буду ставить наши цистерны, чтобы прямиком из наших цистерн я заправлял на наш поезд. И сейчас дело за малым, просто остается соединить все это проводами. И раз у нас поезд все равно уже на станцию прибыл, давайте заодно сделаем небольшую такую станцию по разгрузке. Здесь мы размещаем наши помпы, которые должны коннектиться, по идее. Так, вот моделируем ситуацию, по которой поезд приезжает сюда. Замечательно, вот эта наша помпа сюда коннектится. Это супер, это то, что было мне необходимо. Осталось лишь сделать так, чтобы остальные две тоже у нас сюда коннектились. Теперь мы ставим здесь вот такие вот наши бочки, в которые нефть мы будем качать. Ну а вот эти вот уже бочки я буду соединяться с остальной нашей нефтяной промышленностью, с основными нашими хранилищами и уже в дальнейшем будем думать, что из этого делать. Теперь, если я все правильно понимаю, мы сейчас с вами едем на добычу нефть-1. Для того, чтобы сделать там станцию по загрузке. Главное, чтобы здесь рядом не было основных кусок, потому что первые кусаки, которых я нашел, находятся только вот здесь вот. Я надеюсь, что это никак сильно не появляет. Куда ты поехал? Стой! Полная загрузка, добавим тебе условия и будешь ждать, пока ты полностью не загрузишься. А то нефиг тебе. Пружняком! Куда ты поехал? Все. Ожидая этого условия. И ставим сюда те помпы, которые мы скрафтили до этого. Все. Получается, у нас помпы здесь законнектились. И получается, как только я здесь размещаю необходимую нам трубу, наш пояс начинает заполняться нефтью. Я надеюсь, что такой вариант позволит мне максимально оптимально его весь использовать. Пока что во временном режиме поставим на дом нефть полную разгрузку и отправим его туда. Как раз вот эти вот наши хранилища пока будут наполняться. Примерная вместимость нашей цистерны, которую мы возим, и цистерны, которые там находятся, она одинаковая. Поэтому, пока мы туда в следующий раз приедем, там уже будет все заполнено. И сейчас смотрим, как быстро он у нас сможет разгрузиться. Моментально практически. Супер. Получается, у нас уже здесь есть практически готовая нефтедобывающая платформа. Размещаем здесь с вами мы вместе насос, который будет нам качать воду. Чисто воду на будущее я сюда поставил. И пока на такой прекрасной ноте я, пожалуй, буду постепенно заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok